Рождественское настроение через 3, 2, 1, бум! Давайте посмотрим на то, каким может быть Рождество. Эмбер сладко потягивается в кровати. И ее хорошему настроению есть повод. На календаре канун Рождества. Самое время взглянуть на список дел. Ого, кажется, Эмбер осталась приятная мелочь. В виде украшения елки. Постой, Эмбер, это же прошлогодний список. И да, в прошлом году ты так и не украсила елку. Ничего не поделать. Пришло время взять новый список на это Рождество. В этом году Эмбер его выполнит. И не забудет нарядить елку. Утро Кэролайн не такое радостное. У нее урчит живот. А прислуга не подает завтрак. Однако в доме, похоже, пусто. И куда это все запропастились? Сейчас Кэролайн это выяснит. Звонок охраннику. И не похоже, чтобы он был на работе. Кэрри, ты что забыла? Ты же сама отправила всех в отпуск. Сегодня канун Рождества. И если тебе нужен помощник, есть один народец, который специализируется на работе в Рождество. Посмотрим, как продвигаются дела у Эмбер. Сейчас она выполнит первый пункт списка. Написать письмо Санте. Загадала исполнение всех своих желаний? Вот бы тебе достался тот, кто сможет исполнить твою мечту. Что насчет Кэролайн? Будет ли наша богачка участвовать в тайном Санте? Кэролайн даже не знает, чего пожелать. Ведь у нее есть все. Но самое главное на Рождество – это семейное тепло, дружба. И Кэролайн, несмотря на все свое богатство, чувствует себя одиноко. И кажется, она смогла придумать идеальный подарок. Кэрри пожелала найти себе настоящего друга. Будем надеяться, желание Кэрри исполнится. А заодно посмотрим, для кого она станет тайным Сантой. Какой знакомый конвир. Она станет Сантой для Эмбер. А вот и она. Вот это совпадение. Эмбер вытащила из ящика письмо Кэрри. Теперь осталось выяснить, как они справятся с желаниями друг друга. Следующим пунктом в списке Эмбер указано украшение дома. Посмотрим. Учитывая, что рождественские игрушки у Эмбер не обновлялись уже очень давно. Однако это не мешает ей справиться с задачей. Вот только чего-то не хватает. Украшения на двери. Эмбер, вместо того, чтобы расстраиваться, не лучше ли смастерить его? Тем более, что у тебя есть основа. Из картона вырезаем кольцо. И приклеиваем ветки. Украшаем рождественским декором. Прикрепляем оленя. Отличная работа. Этот рождественский венок станет отличным завершением для декора дома. Выглядит просто замечательно, Эмбер. Упс, нужно было прикрепить его понадежнее. В ход пошла тяжелая артиллерия? Да, клейкая лента может скрепить все, что угодно. Кэролайн уже вовсю погрузилась в праздничные приготовления. Как здорово у тебя получается! Твоя елка выглядит роскошно! Осталась последняя игрушка. Правда, она какая-то бедная. Пришло время помощника. Кэролайн помогает самый настоящий эльф. Он профессионал. Ого! Вот это шар! Осталось прикрепить к нему верхушку. Наверное, это теперь самый большой елочный шар в городе. Настоящий эксклюзив. Интересно, что скажет Кэролайн? Да, за такую громадину не жаль отдать кучу денег. Такая игрушка будет только у Кэролайн. А вот малыш-эльф не ожидал увидеть такие большие деньги. Вот только радоваться рано. Часть этих денег нужна для декора. Вот специальное устройство. У Санты такой нет, правда? Деньги в качестве украшения подчеркнут статус Кэролайн. Отличная командная работа. Следующий пункт в списке Кэролайн — поздравления родственников. Она совсем забыла об этом. Без помощи ей уж точно не справиться. Маленький помощник не заставил себя ждать. Осталось определиться с количеством подарков. Пять? Нет, эльфи. И даже не десять подарков. Кэролайн хочет поздравить все контакты, которые есть в ее записной книге. Это приблизительно тысяча восемьдесят четыре контакта. И это еще не учитывая весь персонал, работающий на Кэролайн. Да уж, тут целая куча работы. И целая куча подарков. Держись, маленький эльф. У Эмбер нет эльфа-помощника, но он ей не нужен. Из помпонов разных размеров собираем снеговика. Скрепляем их термоклеем. Завязываем шарф из ленточки, клеим нос морковку. По всей коробке клеим маленькие помпоны. Наш снеговик украшения готов. Креативная работа, Эмбер. Твоей маме обязательно понравится такой подарок. Эмбер просто творит чудеса. Подарок для папы тоже готов. И для бабушки с дедушкой тоже. Остался троюродный кузен. Туалетная бумага. Впрочем, упакована очень креативно. С этим пунктом ты справилась. Можно и передохнуть. Кэролайн наслаждается рождественским фильмом. Однако в доме весьма прохладно. Но для богатой девушки это не проблема. Она с легкостью может купить себе свитер. Осталось выбрать тот, который понравится. Куда пропало печенье? Ах, это эльфи! Ну раз уж ты тут, маленький эльф, поможешь Кэролайн со свитером. У тебя ведь есть идея, не так ли? Из фетра вырезаем инопланетянина и летающую тарелку. Прорисовываем контуры, клеим на свитер. И добавляем пряничных человечков. Такой свитер в магазине не купишь. Эльф решает сделать последний штрих. Очень по-рождественски. Ух ты, похоже, печенья не осталось. Кэролайн, штука в том, что эльфы питаются исключительно печеньем. Однако эльф исправит ситуацию и испечет для тебя новое. Молоко и печенье отправляются прямиком под елку. Похоже, эльфи решил оставить Санте гостинцы. Это важная традиция для этого народа. Вот только Кэролайн, похоже, не в курсе о ней. И молоко с печеньем для нее как-то бедно. Кэролайн считает, что в ее доме для Санты под елкой должен быть накрыт стол. Только лучшее угощение и самая дорогая посуда. Вот это подобающее угощение для волшебного гостя. И эльфи, похоже, полностью с этим согласен. Эмбер уже купила все нужное для того, чтобы нарядить елку. Вот только времени до Рождества осталось так мало. Неужели она не успеет, как и в прошлом году? Если она не успеет нарядить елку дома, она нарядит елку в парке. И стоило ей выполнить в последний пункт, как произошло чудо. Наконец-то пошел такой долгожданный снег. Отличное завершение дня. Осталось всего 10 минут до Рождества, а желание Кэролайн так и не исполнилось. Звонок в дверь? Неужели чудо произошло? Сейчас Кэрри встретит настоящего друга. Вот только за дверью оказался ее помощник. Но не с пустыми руками. У него есть письмо для Кэролайн. Похоже, ее подарки ждут под елкой. Молоко кто-то выпил. А где же подарок? Вот и настоящий верный друг. Кэролайн невероятно счастлива. Маленькая мисс Кошка. Мечты сбываются. И Эмбер сейчас тоже в этом убедится. Пока она наряжала елку в парке, кто-то осуществил самую большую рождественскую мечту. У Эмбер в доме появился такой заветный праздничный символ. Рождество действительно удивительный праздник. Расскажи нам о своих планах на Рождество. Поделись своим секретом праздничного настроения в комментариях. Также не забудь порадовать нас своим лайком и подпиской. Жди наши новые ролики и поделись ссылкой с друзьями.